Подростковая забава обернулась трагедией. Предположительно, где-то в этом месте ребята спустили лодку и отправились на противоположный берег, чтобы порыбачить. Но никто не подозревал, что обычное желание провести время на свежем воздухе и насладиться теплой погодой приведет к печальным последствиям. Ничего не предвещало беды. Двое друзей просто отдыхали на притоке реки. По имеющейся информации, дабы разнообразить отдых, они решили выпить. После этого приятель погибшего, 19-летний парень, уснул, а проснувшись, не обнаружил рядом с собой друга. Спустя время, поднявшись на выступ, он увидел тело в воде. Своими силами он вытащил парня, но тот уже, к сожалению, не подавал признаки жизни. Утром живущие рядом с берегом люди наблюдали ужасающую картину. С самого утра в 7 часов стоял наш фельдшер. Потом приехали две машины, потом приехал наш участковый. Я думала, что рыбаков поймали с сетями, а впоследствии узнала, что там где-то на противоположной стороне утонул мальчишка. Спасатели потом приехали, через некоторое время приплыли вместе с ССК. Ритуалка приплыла, родители тут, конечно, плакали. Тяжело было. Как и водится в селе, новость о случившемся разлетелась практически по всему населению. Собственно, как рассказывают местные жители, семья хоть и не была образцовой, но особых асоциальных действий не наблюдалось. Детей мать воспитывала одна, они всегда были опрятно одеты, накормлены. Сам погибший юноша был вежливым и отзывчивым мальчиком, о котором в нашей съемочной группе никто и плохого слова не сказал. Собственно, как и о его приятеле. Он всегда неотказливый. Всегда он где-то бабушка помогает, где-то он никогда не поможет, что ко мне забежит. Всегда чайку попьем. Ну, как-то спокойнее всегда был мальчишечка. Может быть, не хулиган? Ой, нет, 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 нет. Он такого не было, такого пакости, как бы сказать, не было. Он предупредил, я поехал за кадр. Я говорю, давай, Сережа, только в воду не лезь. Нет, 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 все будет хорошо. Он вас предупредил? Ну, конечно, да он заходит. Вот он через дом. Нет, все нормально, как бы. А когда пришла мама и сказала такую вот ситуацию, конечно, было страшно. Никто не ожидал. Как бы он плавать умел. Мальчики, да мальчики. Вместе дружили. А так, не знаю. Ну, а по характеру, то есть, бывают хулиганы? Да нет, как бы он спокойный, этот мальчик был. Помогал тут всем. Со слов местных жителей, дружили мальчики уже давно и были, можно сказать, почти братьями. Произошедшее оказалось для всех шоком. Собственно, сейчас в подробностях трагедии будет разбираться Следственный комитет. 7 мая 2023 года в Следственный отдел по Каннскому району поступило сообщение об обнаружении трупа несовершеннолетнего с телесными повреждениями. Значит, Следственным отделом по данному факту была проведена проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту убийства. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все детали произошедшего. Стоит добавить, что согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой.